Девочка Девочка Одним из первых новый театральный сезон в республике по традиции открывает театр кукол. В этом году юных зрителей ждут как уже полюбившиеся спектакли, так и премьерные показы. Сегодня в нашей арт-мастерской мы встретимся с ведущей актрисой театра, спортсменкой, комсомолкой и просто красавицей Анной Деркач. Анна! Хаман! Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Какой для вас по счету этот театральный сезон? Ох, боюсь ошибиться, но по-моему первый. Я всегда прихожу, когда у нас начинается сезон, с ощущением, что это опять первый раз. Но с каждым годом спектаклей в вашем репертуаре становится все больше? Или вы уже с каждым годом все больше отдаете качество, чем количество? Мне бы хотелось, чтобы, конечно, отдавалось качество, но пока, мне кажется, мы гонимся за количеством. Но театр кукол – место само по себе уже так или иначе сказочное. А с переездом в новое здание, построенное не так давно в центре Ежкаралы, что-то поменялось? Успели уже обжиться, навести свои какие-то порядки? Всем ли хватило места куклам, артистам? Ну, всем хватило, но так как у нас все время прибавление и в числе артистов, и в числе кукол, конечно, иногда приходится делиться местами. Если там раньше в гримёрке было трое, то теперь у нас четверо, и куклам приходится тоже тесниться друг с другом. Кто ещё до сих пор не знает, что это театр кукол, по крайней мере, само внешнее здание, ну, то есть внешняя сторона нашего здания притягивает людей сюда, и им хочется узнать, что же там такое. Оказывается, это наш театр кукол. Я знаю, что вы проводите экскурсии по закулисью театра, а сегодня что-то подобное можете сделать для нас? Да, сегодня я вам устрою сказку. Мы акула, каракула, ни почём, ни почём, мы акулу, каракулу, гирпичём, гирпичём. Вы окончили колледж культуры и искусств всё-таки как актриса драматического жанра. А что вас привело в театр кукол? Как вы здесь оказались? Это мой замечательный и любимый педагог Татьяна Валентиновна Лядова. Она, когда мы учились на четвёртом курсе, к нам пришёл директор театра кукол. И ему нужно было два актёра, мальчика и девочка. И она посоветовала меня и ещё одного моего однокурсника. И так я попала в театр кукол, ещё в старый театр кукол. И там была постановка «Как пройти с Вифлеем». Это мой первый кукольный спектакль, где я столкнулась с куклой-арионеткой. Для меня это было просто... Я не знала, я не знала, кто движет, я ей двигаю или она мне двигает. То есть у нас было сопротивление, мы друг другу пытались поддаться. Не зря там есть и нити. И как бы актёр, то есть он ведёт эту куклу. Конечно, мы все... Ну, там, все типы кукол мы водим. Но марионетка – это такой баланс на грани, где ты не можешь делать резких движений или, наоборот, мягких. Ты должен абсолютно чувствовать куклу, её балансировку, как она может голову повернуть, как она может сесть. Ну, чтобы она была живая. Правда живая. Минус для папы. Две баранки. Две баранки сахаром для себя. И одну маленькую. Розовую баранку. И обратно, как паприка. В руках мастера всё это открывается, да, вот как раз проявился её характер. Обманчивое впечатление, что какая маленькая, худенькая, там такая воля, что в театре редко встречается. Вот она знает, чего она хочет и добивается всегда. Когда мы уже выпускались, пригласили в драматический театр, я уехала туда. Ну, по семейным обстоятельствам мне нужно было вернуться в город Ишкар-Ала. И когда я вернулась, наверное, у меня был такой момент, когда я потерялась. Ну, просто потерялась. Я не думала, что я вернусь в театр. И опять же, я встретилась со своим педагогом, который сказал, ну, Ань, давай в театр кукол. Наверное, ну, она понимала, что если брать нас в театр, я маленького роста, то есть мой типаж не очень подходит для драмы. Хотя я стараюсь об этом не думать. То есть каждый режиссёр в каждом актёре увидит что-то. И я позвонила Вячеславу Санычу, и он сказал, конечно, приходи после Нового года, мы будем тебя ждать. Я вернулась в театр, и вот до сих пор здесь служу. Какая кукла у вас? Есть какая-нибудь любимая кукла? Может быть, какие-то ассоциации с детскими игрушками у каких-то связаны? У меня есть несколько спектаклей, которые я очень люблю, и персонажи, которые вызывают во мне трепет сил в наши куклы. Но я могу сказать, вот мой любимый персонаж – это Акаки Акакевич. Это первая моя кукла во взрослом спектакле. И мы… Я очень переживала, когда у нас была эта постановка, когда мы только начали репетировать. Изначально никто не знал, какие роли будут исполнять. Приехал режиссёр, он сказал, возьмите кукол, какие хотите, и просто их поводите, ну, потом просто меняйтесь. И мы менялись, ходили с куклами, и потом Александр Яныч уже сделал, ну, как определил роли. И когда я узнала, что я Акаки Акакевич, я очень сильно испугалась. Потому что я не представляла, как я это буду делать, как я это буду воплощать. Но самое главное, когда между режиссёром и актёром вот такая появляется доверие, ну, это, это право совершенно того. Это, это право совершенно того. Я бы, если бы оно, если бы, да, вот. И мы ездили в Питер на гастроли с этим спектаклем. И, ну, мне кажется, что мы неплохо там показались, и показывались кафедре, куда я в итоге потом, после того, как пришла в театр, я поступила в Санкт-Петербургскую театральную академию. И в 2012-м мы приехали на гастроли со спектаклями как раз с Акакием Акакевичем. И моей педагоге, ну, мне было очень страшно им показываться, потому что это же кафедра, это Питер. И после этого я, после этих гастролей, после этого показа, я как-то даже приободрилась и поняла, что, ну, может быть, из меня правда получится кукольница. Из детского, сейчас-сейчас, где-то у меня здесь был. Вот. Чудо-чудное, диво-дивное. Я велась в этот спектакль. Если Акакия Акатьевича был премьерный спектакль, то в Чудо-чудное, диво-дивное меня вели. Это мишка в острого мишка. Очень простая кукла, кажется. Но здесь, мне кажется, тоже нужно находить нюансы. Как он смотрит, как он дышит, как он рад. Или наоборот, когда он сердится. Ну, мне кажется, мы даже с ним чем-то похожи, по крайней мере, веснушками. Мы с ней однокурсницы. Мы с ней, можно сказать, впитали молоко одной матери. Все, что касается театра. И работаем вместе очень много лет. Это очень ответственный человек, который радеет за свое дело. За каждый спектакль у нее болит душа. И вот все свои эмоции, которые касаются положительные, которые она сама передает от своего героя, от лица своего героя. И вообще, все, что касается спектакля, если мы репетируем вместе с ней, она все это пытается передать нам. Замечательная актриса. Очень с ней работать комфортно и удобно. Очень замечательный партнер, который может подхватить, подстраховать на сцене. Тем не менее, ведущие роли вы играете не только в детских, но и во взрослых спектаклях. Как вам удается это совмещать? Это тоже спектакль. Как и детский спектакль, так и взрослый спектакль. То есть, ну, профессионально. Другое дело, что, конечно, сейчас 21 век, очень много гаджетов. И когда к нам тоже приходят дети, их внимание переключить с гаджета на происходящее на сцене, это немножко сложно. Приходится каждый раз удивлять. То есть нужно находить какие-то фокусы, еще что-то, что может переключить их внимание. Я отправляюсь на бой, возьму оружие с собой, сможет поверный меч дракону в ножку отсечь. А кино? Пока на вашем счету одна картина, это «Небесные жены луговых морей». Вот режиссер Федорченко проводил кастинг. Как вы думаете, вот чем вы ему понравились? А, когда я пришла на кастинг, он проходил в старом театре «Кукол». Федорченко не было. Был второй режиссер. Я вообще, наверное, если бы кастинг не проходил в нашем театре, я бы, наверное, даже и не пошла на этот кастинг. Потому что, ну, у нас была репетиция, я думаю, почему бы не попробовать, почему бы не зайти. Взошли, это было очень любопытно. И мы встретились с Алексеем Федорченко только на съемках. И причем я его не узнала сразу. Потому что он похудел. У него была прическа, а тут он был, ну, изменил прическу, изменил немножко имидж. И мы так мило побеседовали, мне так было легко. И потом, когда я узнала, что это Алексей, я вдруг оцепенела. И я думала, что хорошо, что я его сразу не узнала. Потому что, ну, это как первый курс. Даже не первый курс, а когда ты поступаешь. Абитуриент. Нужно же произвести впечатление, а здесь все это было естественно. Дура. На следующий день мы поехали на съемки. Было жутко холодно. Хотя это был месяц май. Было очень жутко холодно, я помню. А у меня была юбочка короткая, футболка. И когда как раз я трубила в трубу, это было на холме, дуло ужасно. И то есть, было тоже несколько дубниц с разных ракурсов. И когда только, значит, мы дубль отсняли, ко мне сразу набегал человек 10, которые меня закутывали. Пытались согреть, растирали тело, чтобы я там совсем не окоченела. И, ну, такого, ну, вот такого тепла и заботы я, наверное, первый раз увидела на съемках. Правда, это просто замечательные люди. Тогда я правда себя почувствовала такой настоящей актрисой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин